Мини-футбола. Слово почетному президенту АМФР и автору новой рубрики Семену Андрееву, который сегодня поведает о зарождении игры 5 на 5 в мире и в нашей стране. Все началось в Парагвае. О родине мини-футбола. Мини-футбол зародился в Латинской Америке. Есть версия, что первой страной, где начали играть в мини-футбол, был Парагвай. В Парагвае эта игра начала развиваться примерно в 22-24 годах прошедшего века. Энтузиасты этой игры, взяв правила из различных спортивных игр, в том числе даже из водного пола, составили такой кодекс и провели первые соревнования среди школьных команд. Затем эта игра распространилась в Бразилии и других латиномерно-стандартных странах. Спасибо Авеланджу об отце современного мини-футбола. Подвижником современного мини-футбола, пионером этой игры, стал президент FIFA Авеландж, который в 80-х годах провел три экспериментальных турнира в Испании, в Венгрии и Бразилии, в котором участвовали в основном профессиональные футбольные команды. На этих турнирах были опробированы единые правила и была подготовлена база для проведения первого пробного чемпионата мира, который состоялся в 89-м году в Голландии. Первый блин не вышел комом. О пробном чемпионате мира. Первый чемпионат мира прошел великолепно. В смысле организации игры, количество зрителей, которые присутствовали. Тем более, не случайно этот чемпионат мира был приведен в Голландии. Голландия – это одна из стран, где мини-футбол зародился очень давно. И более 20 лет там уже играли в эту игру. И первый чемпионат мира показал, что эта игра способна развиваться, что она может быть очень популярной. И то, что инициатива Авеланджа, она не случайна. Восемидесятые как точка отсчета о появлении мини-футбола в СССР. В Советском Союзе современный мини-футбол начал развиваться так же в 80-х годах, когда по инициативе комсомольской правды стали проводиться турниры среди коллективов физкультуры. И одновременно Федерация футбола СССР стала проводить соревнования среди спортивных школ по мини-футболу. Я тогда возглавлял отдел подготовки резервов. И мой отдел уже в 1987 году стал называться отдел подготовки резервов и мини-футболу. Пионеры-герои. А первая сборная СССР по мини-футболу? Первая сборная Советского Союза создавалась так же во второй половине 80-х годов. Я был ее главным тренером, и мы поставили главную задачу – это пропаганду мини-футбола в нашей стране. Мы проводили целый ряд товарищеских матчах в разных городах страны. Причем в этих матчах участвовали как любители, так и бывшие футболисты большого футбола. Парадокс заключался в том, что сборная была создана прежде, чем был проведен первый чемпионат Советского Союза в 90-91 годах. «Мини-футбол 5 на 5» или «Футзал» – о тонкостях названия. В России по традиции эта игра называется «Мини-футбол». Официально FIFA сначала назвала эту игру «Футбол 5 на 5», а затем переименовала название мини-футбола «Футзал», то есть «Футбол в зале». И официальное название этой игры сегодня «Футзал». В следующих выпусках нашей программы Семен Андреев продолжит знакомить вас с историей мини-футбола.